МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. В дачном товариществе Мичуринец-3 неизвестные подожгли участки и вывезли металлолом. Ростовские и азовские специалисты в области сосудистой хирургии обвинялись опытом на базе Центральной городской больницы. В библиотеке Штанько прошла презентация нового сборника стихов Максима Прокофьева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По информации синоптиков и Главного управления МЧС России по Ростовской области, 24 и 25 сентября ожидаются грозовые дожди. В отдельных районах возможен град. В среду скорость ветра днем составит от 15 до 20 метров в секунду с порывами до 28 метров в секунду. При этом температура воздуха опустится до 7 градусов. В связи с ожидаемыми погодными условиями на устьевом участке реки Дон от города Азова до Оксая ожидается ветровой нагон. Уровень воды значительно превысит неблагоприятные отметки и может приблизиться к опасным значениям. Гидрометеорологическая обстановка уточняется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе в 4-м микрорайоне дачного товарищества Мичуринец-3 началась серия возгораний участков, которая вызвала беспокойство у судоводов, постоянно проживающих там. Подробности в следующем репортаже. На 3-й линии 4-го микрорайона дачного товарищества Мичуринец-3 было уничтожено более 10 участков. На многих из них располагались домовладения или временные постройки. За один день буквально вот эту улицу нашу пожили дома, порвили деревья, ну и повырезали металл и повозили, сколько успели. Нет, это необычное, не просто возгорание, потому что металлические конструкции оставались после пожара серьезные, вот, и резались они резаком, и поднимались подъемной техникой, и возились по всему, видимо, трактором, вот, трактор с тележкой, или может еще там какая-нибудь техника, может эвакуатор, я не знаю. Ну, такой серьезной техникой, потому что и следы остались, и все остались, все это видно на земле, и очень хорошо. И даже ваш участок пострадал? Да, пострадал. Пострадал, и я думаю, что это не конец еще. Только один из сгоревших участков почти не пострадал. Несмотря на то, что злоумышленники неоднократно пытались его поджечь, даже пламя не скрыло улик. Злоумышленники рубили деревья, уничтожали даже стол и скамью. После совершенных актов мандализма преступники пытались скрыть улики. Неоднократно поджигая участок, деревянное строение полностью уничтожено огнем. Для семьи Казариновых дачный домик – это единственное место постоянного проживания. Неделю назад, во время серии возгораний, пламя вплотную подошло к домовладению. Это кто-то специально поджигает, у нас такое время. Вы не слышали, какой-то скрежет металл? Мы обратили внимание, что после огня срезаны столбы. Да, да. Ездят здесь на газелях с какими-то аппаратами, не знаю, которые металл режут. И вот все эти трубы, и вагончики, которые обгорели, режут. Вот, наверное, они зажигают. Вы это видели или слышали? Ну, слышали, и машина проезжала, я видела. Эти пожары можно было бы списать на банальное возгорание в летний период. Однако, сразу после тушения огня, весь металлолом вывозился и резался специальной техникой. Олеся Сладенько, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Новые методы диагностики и лечения в области сосудистой хирургии были применены в ходе совместных операций азовских хирургов и специалистов из областной столицы. В Азовской центральной городской больнице на базе сосудистого центра проходит цикл практических семинаров по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы. В течение двух недель продолжается центральной городской больницы города Азова проходят практические семинары по лечению пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Данные семинары проходят на базе сосудистого центра, в частности, отделение рентгенно-хирургических методов диагностики и лечения. За две недели семинара проведено более ста диагностических и лечебных процедур пациентам с инфарктом миокарда и ишемической болезни сердца. При этом используются новейшие методики, в том числе и так называемые рассасывающиеся стенты, созданные из полимеров. В мировой практике они используются на протяжении двух лет. У нас эта технология внедрена полтора года назад. Такие методы стали возможны благодаря хорошей технической оснащенности сосудистого центра. Такие заболевания, как ишемический инсульт головного мозга и инфаркт миокарда, занимают 50% в структуре смертности населения Ростовской области и занимают первое место в причинах инвалидизации работоспособного населения. Лечением этих заболеваний занимаются специалисты Азовского городского сосудистого центра. Центр оснащен оборудованием в полном объеме на мировом уровне. Отлично организована структура подразделений и логистика поступления пациентов. Помощь пациентам зависит не только от хорошей работы хирурга и высоких технологий, но и от сплоченной работы команды профессионалов. Качественное оказание медицинской помощи зависит, конечно, и от квалификации хирурга, который исполняет операцию. Поэтому очень важно проведение таких семинаров, которые позволяют перенимать новый и самый последний опыт как европейских коллег, московских коллег, так и непосредственно ближайших наших коллег из города Ростова, не выезжая на какие-то выездные семинары. Правило золотого часа работает, когда сам пациент становится частью этой команды. Все сводится к тому, что главное вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В юго-западной части Азова планируют построить поселок под названием Светлый, где в настоящее время многодетным семьям бесплатно выделяются участки под строительство жилых домов и для введения подсобного хозяйства. Однако многие семьи не спешат оформлять документы на свою землю. Ситуацию прокомментировал главный архитектор города Сергей Гордов. «Хотелось бы сказать, чтобы многодетные семьи поактивнее, побыстрее приходили оформлять документы. Почему? Потому что мы хотели к концу месяца полностью выдать, ну не полностью, вообще у нас 282 на сегодняшний день заявления от многодетных, которые стоят на учете. Мы хотели 231 земельный участок в этом году выделить в обязательном порядке. Нам надо быстро готовить постановление на выделение этих земельных участков, чтобы, допустим, человек по 40 могло выезжать на этот поселок, межеваться и сдавать им эти земельные участки. И очень хотелось бы до конца сентября все это выполнить. На сегодняшний день порядка 80 человек, только семьи подали согласие, порядка 50 готовых постановлений уже о выделении, а их надо еще порядка 180. Большое количество машин – проблема не только больших городов. Автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Мы поинтересовались у жителей нашего города, как они относятся к тому, чтобы оставить свою любимую машину и совершить пешую прогулку. – Да, я уже рабочую поставил на ремонт, а на своей езжу. Ну надо, просто надо дитёв. – Ну скажите, в наше время вообще возможно хотя бы на день-день без автомобиля? – Да можно. – Можно. – Ну вы бы сделали? – Отказаться. Но я так и делаю. – По какой причине? – Сегодня. – Потому что выпил. – Вы без автомобиля проводите день? – Конечно. – Для большого количества? – Надоедает. – Это со мной совсем несовместимо. Белосипед ещё умеет, там две педали, а в машине три. – Ну конечно. В современном мире без автомобиля, тем более молодой семьи, необходима машина. – Отказаться от автомобиля? Да вы что, машина – это всё, это ноги, руки. – Хоть не войти нам в реку дважды, не говори о смерти муне. Ведь столько дел ещё, свершений. В круговороте жизни всей обуревали нас сомнения. Как дети, верим в чудеса. И наша вера не напрасна. Валентина Сираж, Игорь Скутнов, Людмила Улихина. Азов.Инфо. – Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. До свидания. Валентина Сираж, Игорь Скутнов, Людмила Улихина. 23 сентября облачно. Температура днём плюс 19, плюс 23 градуса. Температура ночью плюс 15, плюс 16. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 46%. Уровень воды в реке Дон на 34 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова